Члены общественной палаты Карачаева-Черкесии по социальной защите, защите семьи, детей, поддержке ветерана в рамках общественного контроля посетили пансионат общего типа для престарелых и инвалидов. Подробнее в репортаже Корчебиджиева. Кому доверить одиноких пожилых людей, когда у них нет возможности смотреть за собой самостоятельно? Слово «дом престарелых» звучит зловеще, но на самом деле это не так. Новый пансионат для старшего поколения может развеять этот миф. Рассчитаны на 122 постояльца с двумя отделениями активного долголетия и милосердия. Некоторые граждане находятся в отделении милосердия. Они всегда нуждаются в помощи социальных работников. Новое здание оснащено всем необходимым для комфортной жизни, комплексного социального и медицинского обслуживания, психологической и социальной бытовой адаптации, организации отдыха и досуга постояльцев. Цель мониторинга данного учреждения является реализация проекта национального масштаба, демографии и воплощенного в жизнь проекта старшее поколение. «Я очень довольна тем, как в республике заботится о тех людях, которые оказались без помощи и поддержки своих родных. Обстоятельства в жизни бывают разные, поэтому и люди сюда попадают, и больные, есть отделение милосердия, и активное долголетие. То есть те люди, которые являются пожилыми и по какой-либо причине они не могут жить дома или они остались одни». Члены комиссии прошли по этажам нового здания, где пообщались с постояльцами, осмотрев все апартаменты для проживающих, а также оценили комнату отдыха, где старшее поколение может приятно провести время со сверстниками, посмотрев телевизор или сыграть в игры. Одним словом, проводить активный образ жизни. Есть большая столовая со своим индивидуальным меню. «Есть у нас девятый стол, диабетчики, их пять человек есть, которые с панкреактивом, это самый пятый стол, отварное, паровое мы делаем тоже пять человек. Кроме этого, лежащие у нас есть, которые тяжелые, мы им еще обязательно блюда взбиваем. У них все должно быть протертое, протертые блюда даем. Некоторые люди у нас не кушают молочку, это врачом, если запрещено, значит мы меняем. Каша немолочная у них идет, если кофе идет с молоком или какао, мы заменяем на чай». На данный момент в пансионате проживает 74 постояльца. «Кто может попасть к нам в учреждение? Значит, это люди, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Инвалиды также первой и второй группы». Также в стадии разработки имеется несколько отделений дневного и временного пребывания. «Для родственников пожилых граждан, которые оказались в сложной ситуации, допустим, нужно уехать в командировку или сам родственник заболел, или что-то там случилось, и могут оформить к нам своего пожилого родственника сроком до 6 месяцев». Со слов членов комиссии, мониторинг общественной палаты будет регулярным, а также старшее поколение будет иметь возможность обратной связи, точнее телефон доверия для случаев форс-мажора. Карчабиджиев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия.